Это не биография, это история женщины с несколькими связями, но ни один не остался с ней рядом до сих пор. История двух неудачных браков и множество критических замечаний. Да, мы говорим о прекрасной Рекхе, которая должна была бороться с бесчисленными бурями в своей жизни, чтобы быть там, где она есть сейчас. Когда мы говорим о Рекхе, эти вопросы, вероятно, приходят вам на ум. Действительно ли она вышла замуж за мета Бачана? Нет? Тогда для чего существует Синдур? Разве она не чувствует себя одинокой, учитывая, что она ни с кем не состоит с законом браки и не имеет детей? Когда вы увидите ее и ее современников, вы заметите огромную разницу в жизни, которую они ведут. Давайте встанем на место Рекхе и отправимся в путешествие, где вы будете лучше знакомы с тем человеком, которым она является сегодня, и с мужчинами, которые пришли в ее жизнь. Она едва научилась летать, когда на съемках Анжаны Сафар в студии Микбуба с ней случилось что-то ужасное. Они должны были снимать романтическую сцену для фильма. Ее коллега Бесваджит Четерджи схватил подростка Рекху со спины и прижался губами к ее губам. Она даже не успела отреагировать на это. Режиссер прокричал «снято» почти пять минут назад, а члены съемочной группы продолжали свистеть и издеваться над сценой. Униженная Рекха закрыла глаза, которые были полны слез. Одним из первых выдающихся романов Рекхе в Болливуде был роман суперзвездой Джетендры. Джетендра был известен своим непринужденным флиртом со своими коллегами-женщинами. И Рекха, и Джетендра снимались вместе в бесчисленных фильмах. Говорят, что Рекха относилась к нему вполне серьезно. Но суперзвезда уже был женат на шопхе Капур, когда он встретил Рекху. Когда слухи об их предполагаемом свидании начали ходить по кругу, Рекха была названа разлучницей. Таким образом, их отношения умерли горькой смертью. Следующая была короткая интрижка для Рекхи. Киран Кумар, сын известного злодея Дживана. Который правил индустрией с 50-х по 80-е годы. Киран был также лучшим другом Винода Мехры, в которого она влюбилась позже. Их отношения продолжались некоторое время, прежде чем они решили расстаться. Одним из лучших и выдающихся отношений Рекхи был роман с Винодом Мехрой. Актриса была поражена обаянием Винода и наоборот. Дуэт женился на тайной свадебной церемонии, но это не продлилось долго. Согласно отрывку, который появился в СМИ, Рекха получила суровое обращение от матери Винода, Камаля Мехры. Когда он взял ее в Калькутту, свой дом, чтобы представить свою новую невесту, мать Винода оттолкнула Рекху и чуть не сняла сандалии, чтобы ударить ее. Когда рыдающая Рекха бросилась к лифту, муж Винод последовал за ней и попросил ее успокоиться и войти в дом, пока ситуация не разрешится. Однако Рекха отрицала наличие каких-либо супружеских отношений с Винодом Мехрой в 2004 году. Роман Рекхи с Амитаб Батчаном является самым обсуждаемым романтическим отношением, которое когда-либо было в Болливуде. Рекха и Амитаб впервые появились на большом экране, затем они появились в суперхите Яши Чопры в Силсиле. Когда ее спросили об этом же интервью, она сказала, «Меня никогда не впечатляла обыденность, и он был похож на кого-то, кого я никогда раньше не видела. Я никогда не видела, чтобы он выражал боль». Рекха была чрезвычайно впечатлена тем, что встретила человека с таким большим талантом. Она поделилась, «Я никогда не встречала никого похожего на него. Как можно наделить одного человека столькими хорошими качествами?» Несправедливо. Ее спросили, любила ли Рекха Амитабха. «Совершенно верно. Да, это глупый вопрос». И затем продолжила обобщать это утверждение. «Я еще не встречала мужчину, женщину, ребенку, которые не могли бы не влюбиться в него полностью, страстно, безумно, отчаянно и особенно безнадежно. Так почему же я должна быть исключением?» По-видимому, после их знакомства, их слухов о тайном браке, Джая Батчан запретила Амитабху продолжать сниматься с Рекхой. «Когда ее спросили о том, что она чувствовала, услышав это, Рекха поделилась. Все в отрасли говорили мне, что он Амитабх ясно дал понять своим продюсерам, что он не будет работать со мной. Все остальные сообщили мне об этом, но он не сказал ни слова на эту тему. Когда я попыталась расспросить его об этом, он сказал, «Я не скажу ни слова, не спрашивай меня об этом». Еще одно головокружительное событие произошло в браке Ниту, Синха и Лишикапура 22 января 1980 года, где присутствовали большинство звезд Болливуда, в том числе Амитабх, Джая и Рекха. Рекха внезапно сделала сенсационный вход, когда она вошла в зал, одетая в белые сари и синдуром на голове. Сразу же шепотки начали обходить все места проведения свадьбы, камеры тихо откатились от Ришу Ниту к синдуру Рекхи. Кроме того, на церемонии награждения в 1982 году Рекха была награждена за ее феноменальную работу для Умрао Джан. Когда ее спросили о причине нанесения священного синдура на лоб, актриса тихо ответила, «В городе, откуда я родом, модно носить синдур». Перейдя Атамита Бачана, Рекха вышла замуж за бизнес-магната из Дели Мукеша Агарвала. Согласно книге Рекха «Нерассказанная история», Мукеш страдал от острой хронической депрессии и совсем не был доволен актерской карьерой Рекхи. Все это привело к самоубийству Мукеша Агарвала. Согласно сообщениям, именно Рекха сделала первую попытку позвонить Мукешу, и он уже был поражен ее красотой. Их частые встречи вызывали любовь между ними, и они решили связать себя узами брака в течение одного месяца знакомства. Вскоре после этого бизнес Мукеша начал падать, и он имел обыкновение болтаться на съемках Рекхи без причины. 2 октября 1990 года Мукеш умер, повесившись на потолочном вентиляторе. После этой травмы Рекха была названа черной вдовой, ее ненавидели все окружающие. Брат Мукеша, Анил Вупта, однажды сказал, «Мой брат искренне любил Рекху, он не мог вынести того, что Рекха делала с ним. Так чего же она хочет? Хочет ли она наших денег?» Когда Рекха отправилась в свадебное путешествие с Мукешем, он насмехался над ней, говоря что-то неприятное. Вскоре Рекха начала понимать, что их брак не сложится, и что у него была клиническая депрессия. Но однажды она сказала Нерадж Кумар, бывшему комиссару полиции Дели, что жизнь замужней женщины – это та жизнь, о которой она всегда мечтала. Она сказала, «Я готова оставить всю свою славу», и рассказала журналам. «Теперь я Рекха огорвал». Не только люди, но и звезды отомстили ей, когда услышали о смерти Мукеша. Режиссер-продюсер Супха Жгай сказал, «Рекха наложила такое пятно на лицо киноиндустрии, что его будет трудно отмыть. Я думаю, что после этого любая уважаемая семья дважды подумает, прежде чем принять любую актрису в качестве своего члена семьи». И далее продолжал говорить, «Это будет трудно даже профессионально для нее. Ни один добросовестный режиссер больше не будет с ней работать». Анупам Кер, который также снимался с Рекхой, во многих ее фильмах прокомментировал этот вопрос и сказал, «Она стала национальным вампиром в профессиональном и личном плане. Я думаю, что это не для нее. Я имею в виду, что не знаю, как я отреагирую на нее, если столкнусь с ней лицом к лицу». В годы спустя, в 80-х годах, появился слух о романе Рекхи с Санжаем Датом. Дуэт отрицал возможность каких-либо таких отношений. Было также сказано, что Рекха применяет синдур для Санжая Дата. Тем не менее, Есир Усман сообщил в своей книге Рекха. Рекха и Санжай Дат работали в фильме вместе «Замин Осман». В это время поползли слухи об их романе. Некоторые продолжали говорить, что они поженились. Эти слухи стали настолько сильными, что Санжаю Дату пришлось опровергнуть обвинение в журнале. Это было официальное опровержение. В 1996 году, тогдашний, правящий сердцами Болливуда и до сих пор, Акшай Кумар работал над фильмом главной роли с Рекхой. Рассказы о том, как Акша и Рекха сблизились друг с другом, распространились по всему миру. Акшай уже был связан со многими женщинами в то время. А затем пошли слухи о том, что он был очень милым с Рекхой. И последняя тоже ответила взаимностью. Тогда Акшай встречался с Равиной, и это не очень-то ее устраивало. По-видимому, Равина должна была вмешаться, чтобы провести линию между дуэтом. В интервью Равина поделилась. «Если эта актриса знает, что мы вместе и слишком близко подойдет к Акшаю, я вцеплюсь в нее когтями. Но Акшай знает, как справиться с ситуацией, я думаю». Но, по словам Равины, Акшай не был виноват. Она сообщила, «Я не думаю, что Акшай имел какое-либо отношение с Рекхой. На самом деле он убежит от нее. Акшай терпел Рекху из-за фильма. В какой-то момент ей захотелось принести ему из дома обед. Я чувствовала, что это заходит слишком далеко». Рекха была связана со многими другими, не считая мужчин, перечисленных здесь, но это были просто случайные связи или вообще никаких связей. И, несмотря ни на что, мы чрезвычайно гордимся таким храбрым сердцем. Есть ли другие интересные факты, которые вы знаете о Рекхе? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.